Музыка Боулинг, как мы планировали, это заключительный этап 2016 года и он является заключительным этапом осеннего кубка битвы корпораций. Традиционно мы собрали 18 команд, сделали 2, не 2 подгруппы, а 2 захода по 9 команд. Определили сначала полуфиналистов, это было 10 команд. И 6 компаний у нас вышло в финал. Ну, победитель по сравнению с прошлым годом у нас изменился вместо Альфа-Банка. Теперь у нас победила команда Владар, это новички. Также здорово выступила команда Зотти, тоже второе место. Буквально там на 4 или на 5 очковых обыграла команда Владар. То есть интрига была очень до последней минуты. Мы сегодня играли в боулинг и очень хорошо выступили, я считаю. Это очень интересная игра, в которой ты концентрируешься и зависит много не только от умения, но и от психологических навыков. Это очень важно в работе. Безусловно, нравится и более того, мы подготавливаемся всей нашей компанией. Мы все тренируемся и на каждый этап у нас большая конкуренция, кто попадет в основной состав. Пытаемся сбить как можно больше кеглей. Предприятие большое, около 1000 человек работает, поэтому отбор был жесточайший отбор внутри самого бюро. В качестве командной игры в нашем бюро это впервые, поэтому мы только еще собираемся это играть. У нас команда складывается только еще в самом начале. Конечно, мы по сравнению с профессионалами, которые здесь играют, со своими шарами даже, профессиональные, мы, конечно, на слабом уровне, но мы стараемся. Раньше часто занимался, потом было некоторое время пропуска. И последние три недели усиленно тренировались, занимались. Поэтому и такой результат, по сравнению с прошлым годом, мы поднялись на пять ступенек вверх. Главное, набитая рука должна быть, это целеустремленность. Я просто играю очень часто, поэтому немножко результаты повыше, чем в среднем. Это и спорт, и развлечение, но, скорее всего, спорт, потому что довольно-таки напрягаются все группы мышц, особенно по-первых, очень много все болит, особенно у девчонок у нас, наших, которых мы тренировали, тоже специально к этому дню, они немножко потренировались, но ясно, что, чтобы получать больше результатов, то нужно больше этим заниматься. Было очень сложно, конечно, мы чудом вползли в финальную шестерочку. Там уже расслабились, нам задача была попасть в финал, потому что общекомандное место мы заняли первое. Не хватило, наверное, выдержки, потому что чуть-чуть не хватило. Первые, вы же поняли, мы шли первыми и полуфинал, и финал вошли первыми, но не хватило чуть-чуть выдержки, ну и везения, потому что, как в любом виде спорта, везение тоже же это не маловажное значение иметь. У нас вообще команда спортивная вся, в логоканале, все очень-очень любят заниматься спортом. Все благодаря нашим тренерам. Мы дерзаем. В этом осеннем кубке мы провели пять этапов, боулинг это был пятый, и на протяжении этих четыре этапа команда зарабатывала очки в общую итоговую турнировую таблицу, сформировали их итоговое место. Действительно, на боулинге сегодня у нас до конца вот эта вот борьба за первое итоговое место сохранялась, потому что и команды водоканал, адидас, зоти, которые претендовали на первые три месяца, они все вышли в финал, в финале тоже шли, как говорят, назря в назрю, сразались, но, да, диспозиция сил, которая была перед этапом, водоканал первое, зоти второе, и адидас третье, она сохранилась и в итоговом протоколе. Восхитительное впечатление обязательно, очень хороший турнир, очень нужно, чтобы он проводился и на будущие года, очень интересно, все хорошо, все нравится, организация отличная. Дорожим мы этими встречами, там, где мы встречаемся, в неформальной обстановке, на всяких спортивных соревнованиях, очень-очень положительно, это все хорошо. Классное начинание, и вы молодцы, что поддерживаете это постоянно. Это очередной шаг к нашему общему здоровью и долголетию. Это очень хорошее мероприятие, оно помогает сплотиться с членом команды и достичь самых лучших результатов, которые потом становятся результатами в работе. Турнир очень классный, очень классно, всем понравилось, всем в шоке, в удовольствии. Есть те команды, которые действительно держат свою марку, у них спорт очень развит в компаниях, это в первую очередь я хотел бы выделить Adidas и Vodokanal, которые и в прошлом году и показали хороший результат. Vodokanal, можно сказать, уже два, чемпион битвы корпораций. Но и наши новички, также, во-первых, выделяю команду Zotti, потому что они до самого конца боролись за итоговое победное место, а во всех этапах ниже четвертого, пятого практически не опускались. Приятно удивили команды Vladar, которые были с призами в теннисе, с призами на боулинге. То есть есть, скажем так, уже ветераны, которые выступают на своем уровне, ниже него не опускаются, но есть и новички, которые стремятся на вершину.